Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша ежедневная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глушенко. И речь сегодня пойдет, учитывая то, что сегодня последний день, когда можно вести речь о выборах вообще, ну, точнее, предвыборную агитацию, ну, и желательно выборную тему не трогать, потому что все равно любое высказывание любого журналиста, любого блогера, любого публициста могут воспринять как предвыборную агитацию то ли за какую-то партию, то ли против какой-то партии, то ли против или за выборного процесса вообще, чтобы потом лыков в строку не вставили, в течение вот этих вот трех дней, там, когда у нас будет? Пятница, суббота, воскресенье уже приближается этот срок, когда выборную тему обсуждать будет нельзя. Да, кстати, дня тишины в этом году не будет вообще. То есть, по идее-то, четверг должен быть днем тишины, когда до начала трехдневного голосования, по вот вновь принятым положениям, связанным с трехдневным голосованием, дня тишины нету. То есть, будем считать, что у нас, наверное, скорее всего, завтра в четверг еще можно будет какую-то речь вести о выборах, уже имея, может быть, более серьезную социологию на руках. Хотя, социология в наше время, сегодня, сейчас никакой роли не играет. Я еще раз подчеркиваю, все результаты, которых должна достичь правящая партия, она достигнет исключительно при помощи первой. Первой фазы фальсификации, это отстранение от выборов всех более-менее прогрессивных, более-менее демократических оппозиционных партий и кандидатов по одномандатным округам. То есть, вытесняют, выталкивают всю оппозицию. Уже вытеснили и вытолкнули. Оппозиции на выборах больше нету. Ее просто не существует в настоящее время. Второй этап фальсификации, это среди четырех зафиксированных, спойлерских или, скажем так, штатных политических партий, если их можно назвать партиями. А так, по большей мере, они мне напоминают какие-то воинские подразделения, допустим, в той же Государственной Думе. Допустим, взвод, по размерам даже берем, взвод Миронова, рота Жириновского, рота Зюганова, по численности считаете, да, и батальон Володин, или кто там будет у них начальником там. Сейчас, по-моему, не важно. Короче, там совсем не важно. Там начальником у них является Путин. И батальон Единой России. Так вот, это воинское подразделение, значит, будет назначено соответствующим решением, поэтому вторая волна фальсификации произойдет непосредственно на избирательных участках. Во время трехдневного голосования, при отсутствии наблюдения, при постановке задачи, что уже, в принципе, до меня уже дошла информация, я же общаюсь с членами избирательных комиссий, многих из них знаю, многие из них люди подневольные, подневольные люди, училки, врачи, сотрудники администрации, ЖКХ, ну, здорово, здорово, даже по телефону говорят, ну, что, поставлена задача, явку нарисовать 70, Единая Россия нарисовать 70. Кстати, я скажу, вот на моей исторической родине, никто эту явку даже не сушит. Никто не сушит. На каждом углу, на каждом баннере, вот этих, в этом большом билборде, на каждой двери, каждой школы, на всех, на огромном количестве магазинов, там, торговых центров, висят плакаты, достаточно хорошо видные, красочные, написано, 19-го числа, все на выборы, и в скобочках, голосование идет 3 дня, 17, 18, 19, значит, на всех УИКах уже появились эти самые плакаты, УИК номер такой-то, УИК номер такой-то, УИК номер такой-то, прямо говорю, никто ничего не сушит. Значит, основной расчет, да, но при сегодняшнем рейтинге Единой России, опасно все-таки доверять все это народному волеизъявлению, поэтому стоит задача, 70% явки делаем, и 70% за Единую Россию, сами члены комиссии мне говорят, я естественно вам фамилии называть эти не буду, и завтра Единая Россия расстреляет где-нибудь во враге в Глебовичем, ну, реально, ну, задача такая стоит, и задача будет достигнута путем каруселей, то есть это многократное голосование одного и того же человека на разных участках. Технологию, ну, запросто вам расскажу, это человек, даже группы людей, которых возят аж на автобусах по всему городу, они подходят к членам избирательной комиссии, у него в паспорт вложен, допустим, листочек или стикер желтого цвета. Это сигнал для председателя избирательной комиссии, что его нужно внести в дополнительные списки для голосования. Его вносят в хвостовую часть общего списка, это так на жаргоне на избирательном, на уиковском, я говорю, потому что неоднократно участвовал в работе, и он спокойно голосует здесь, потом здесь, потом здесь, потом здесь. Это совершенно безболезненно, и ни один наблюдатель этого не пронаблюдает, потому что он тихонечко подходит с паспортом, тихонечко подает паспорт председателю комиссии или одному из членов комиссии, как правило, его место обозначено вот в этом ряду этих самых членов комиссии, скажут так, третий слева, и все идут к третьему слева, все вот эти вот карусельчики идут к третьему слева, вот, это карусель, вброс, тут все понятно, тут черепаха тортила из-под юбки достает пачку бюллетеня и просто бросает ее в урну. Значит, следующий способ это использование КАИБов с системой электронного управления не из того пульта, который предназначен для управления, а управление принтером с КАИБа с другого устройства, с другого гаджета, скажем так, элементарная вещь, абсолютно. Вы запускаете принтер, но печатаете не тот протокол, который вылез из КАИБа, а тот, который у вас забит смартфон уже давно. Нормально. Вот, дальше. Следующее это переписывание протоколов. Вы написали протокол, вернее, составили протокол, выдали наблюдателям копии этого протокола, сели в машину, по дороге заменили протокол и в районную или территориальную избирательную комиссию сдали совсем другой протокол. А тут сегодня вылезла еще одна фигня, ребята. И это все на базе Ростовской области. Просто я обратил внимание. В Ростовской области открылся 91 участок, 91 участок для голосования жителей самопровозглашенных незаконных террористических анклавов ДНР и ЛНР. 91 участок. Только на территории Ростовской области. То есть, житель этой самой террористической анклава ДНР и ЛНР, который принял российское гражданство, садится на машину, на автобус, неважно, едет на любой из этих 91 участка, я полагаю, им доведут адреса этих участков, номера этих участков, куда любой житель ЛНР, ДНР может приехать. приезжает, голосует, уезжает. Почему 91 участок? Потому что кому-то удобнее в северной части Ростовской области голосовать, кому-то в южной, ближе к дому, скажем так. Но при этом он имеет российское гражданство, но он не имеет ростовской прописки в Ростовской области. Поэтому он голосует чистым паспортом, без прописки. А это ж какой, это ж какое поле для махинаций? Один человек может проехать 91 участок. Я не знаю, по времени успеет или там по бензину он не успеет, но он может проехать 91 участок. И если 100 тысяч этих самых предателей Украины, которые повелись на этот самый российский паспорт, приедут в Ростовскую область и 91 раз проголосуют, вы представляете, какой фурор, да? И никто этому учета не ведет. Плюс в других регионах, вот, допустим, берем Свердловскую область, 81 участок для голосования людей без прописки. Ну, проще говоря, грубо говоря, бомжей. У бомжа, как правило, и паспорта нет, а здесь просто. Человек с паспортом, но без прописки. Я, честно говоря, с этим не сталкивался, не знаю, что это такое. Но при желании, при желании, подобную ситуацию организовать можно. Очень легко и просто. Человек пишет заявление в полицию, что утерял паспорт, украли паспорт. Ему выдают паспорт, но он не идет, но не ставят там штамп о прописке. И говорят, что за штампом о прописке придешь после выбора. Вот и все. И при этом инструктируют, или дают денежку малую, что голосуй где хочешь и сколько хочешь раз. Вот вам еще один вариант фальсификации. И я полагаю, он будет использован точно так же, как в Ростовской области. 91 участок для кого хочешь. Для любого человека, который не имеет российской или ростовской прописки. Эх и дурят нашего брата. И вы думаете, что этим выборам можно будет верить. И самое интересное, даже демократы, даже оппозиционеры включатся в обсуждение результатов. Ну западло, ребята, даже обсуждать результаты будет западло. Будут скандалы, будут голосить какие-то голоса эти вшивые, да, толстозадые. А обсуждать-то нечего. Это фуфель. Сколько хотите, обсуждайте. Результат-то будет тот, который поставлен на задачу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин